Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом выпуске каргатского народа Манаси. Раньше я вам рассказывал о том, что на основе варианта сказителя Сагамбаева-Розбакова написан пятитонный роман Манас в прозе на каргатском языке. Вот эти книги. Затем я все эти книги провел через экспертизу Академии образования Министерства образования Казахстанской Республики. И в настоящий момент все эти книги включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манаса. Далее, чтобы школьникам было легче освоить эпос, я разработал две рабочие тетрадки для 8-11 классов по эпосу Манас. Они также в настоящее время включены в школьную программу. Сейчас я работаю над второй частью тетрадки Манаса с симметрией. Мною закончен первый том данного произведения. И в настоящее время идет работа над вторым томом. Дальше, чтобы еще больше популяризировать эпос, я свой печатленный роман Манас перевел на русский язык. И оба этих варианта включил в свой интернет-сайт эпос.манас.ком и выставил там для продажи. Кто хочет, тот может там приобрести мои романы. Для того, чтобы еще больше распространить эпос, я сейчас в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на коронавском и русском языках и рассказываю об эпосе, и читаю отрывки своих романов. Мои субтитры на русском языке сопровождаются на субтитрами, зеролик сопровождает субтитры на 112 языках мира. Это значит, что теперь каждый житель нашей земли может познакомиться с романом на родном языке или языке, наиболее доступном ему. Поэтому у меня к вам просьба сообщить об этих видеороликах своим родственникам, друзьям, знакомым, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой посильный вклад в дело распространения эпоса во нас. Ну, это пока все, что я хотел сказать о своем романе и эпосе. Ну, а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Рискнув, алмамед отправился на юг и увидел далеке долину. Направившись туда, богатырь нашел небольшого возраста. В его прозрачной воде водились все виды водных птиц. Среди них была пескливая пигалица. Хозяйка оболочит это место, летающая с громким звуком. Если другие птицы избегают человека, пигалица набору, но опадает на него. Это давняя их привычка. Одна из пигалей смело атаковала алмамеда. Как он ни старался, никак не мог избавиться от нее. Алмамед, без того обиженный на близких, расстроенный неудачами и измученный трудной, дальней дорогой, зло обратился к пигалице. «Перестань шуметь!» – сказал он. «Ты единственная из птиц, созданная для злой, безплодной пустыни. А я единственный из людей, родился у бессердечного народа. Не кричи! Никто не собирается уничтожить твое гнездо. Я сам еле хожу живой. И если умру здесь, никто не будет меня искать. У меня нет не то что скота, а даже собаки. Всей живностью у меня имеется только лошадь, которой езжу. Кроме этого, у меня есть жалоба, которую я могу высказать Богу. Поэтому, ну, прихождай путь, не зевайся, как кукчок под моим одиночеством». И звал, чтобы он закончил эти слова. Карпиглиц, словно издеваясь, атаковал его. Алманбет, еле держався на ногах от голода, пришел в ярость. Проклятый мир, подумал он, печально, кем я был, кем стал. Я был сыном, сором другом, владевшим одним из самых больших ханцев Китая, а тем сам стал ханом. По иронии судьбы я лишился всего и теперь прожил в полном одиночестве. Посчитал врагом. Отец выгнал меня. Казахи, которым я доверял, пытались убить. А теперь добавлю. Какая-то пиглица, несмотря на вещевание, нападает на нее. Хотя она птичка, видимо, поняла, что нет ничего, сам я никто. Вот уж поистину права поговорка, что бедняка и на коне облаят собака. Увидев, что пиглица снова собирается вот так и вот, Алмамбит подтянулся. Нет, дорогуша, я не позволю тебе изеваться надо мной. Ну, подумал он, я не мог противостоять кукчу и казахам. С тобой справлюсь. Я убью тебя, право чуда наглость. Спешеный богатый вынул из колчана стрелы и выстрелил пиглицу. Она попала в ее крыло, отчего птичка упала на землю. Побежав к месту падения, Алмамбит взял ее на руки. Начало от злости. Он хотел убить ее, но, увидев ее печальный вид, пожалел пиглицу. Ты посмотри на ее поступок, покачал головой богатый. Зачем она напала на меня, будучи такой маленькой? Какой цель пиглица ты взяла? Почему она не делала то, что ей под силу? Бедная пиглица оказалась в моем положении. вспомни прошлое богаты чашка взахнута. Да, с пиглицы произошло то, что и со мной горечу подумал он будет. Возможно, мне тоже надо было делать то, что положено, прыжать хвост, взять ханство отца и править согласно законам нашим народам. Или почему я не стал управлять казахами по их традициям? Почему не старался разбогатеть и не стал брать взятки у людей? Почему пенаривался и старался быть честным? Никто не оценил мои труды. В результате, вместо того, чтобы быть богатым, счастливым, я образусь здесь в одиночестве. Что говорит, если даже пиглица, не признавая меня, бросилась в атаку? Это я убью ее. Это играя за все обиды. Немного подумал. Алмамед отказался от своего намерения. Нет, решил богатырь. Я человек, царь первого. Она слабая, глупая, глупая птичка. Не годится мне порой злость убивать ее за то, что она напала на меня. Сделаю добро, перевяжу кровь, и отпущу ее домой. Пиглице было перебито крыло, и она еле дышала. Увидев огромные глаза, маленькие, как перепелка птички, алмамед стал укорять ее. Эй, пиглица, сокрушенную проговорил богатырь, почему ты, не рассчитав силы, напала на человека. А теперь ты наверняка жалеешь об этом, находишься при смерти. Я предупреждал, что он лезл на меня. Ты не послушалась и преградила мне дорогу. Я был вынужден застрелить тебя. Как и ты, не измерив силы, ты присоединился к казахам. А теперь стал беглецом, надев шубу смерти. Мне жалко тебя. Сейчас перевяжу крылок и отпущу тебя. После этого, не нападая на безвенную, всегда следует своей дорогой. Алмамед, вытащивши с кармана лекарства, протер им рано птички и расправил перебитое крыло. Взяв алтайский красный шелк, он осторожно перевязал крыло. Теперь найди свой дом, тебя дома ждут дети, сказал Алмамед и отпустил птичку. То место, где он отпустил пиголицу, сейчас называется долиной Акармена перевалом Ашмары. Глядя в сторону, куда улетела пиголица, Алмамед внезапно на перевале потом и ног увидел монаста на Акуле. Когда китайский богатырь вышел из острова, напялив на себя оружие из чистого золота, монаста так заметил его. Если вокруг нет никаких животных, кроме Архаров, никто здесь не посет скоро, откуда взялся этот незнакомый богатырь, удивленно подумал кровописца. Приглядевшись к незнакомцу, он заметил, что огромный как гора, имеющий царскую осанку, мужественную, похожую на хана, 28-летний Алмамед расседает на лошади, заметно отличающийся от других животных. Понял, что запросто может обракинуть любого человека, монаст подумал на себя, Бог дал мне верный знак, наверное, это и есть приснившийся мне меч, товарищ, лев Алмамбет, если это не он, то кто же это, такой видный, статный жигит, может быть, только Алмамбетом. С этими мыслями монаст повернулся обратно и вошел во впаде, скача на коне, богатырь дал оценку внешности китайцев. То, что Алмамбет осторожный, муртый человек, видно по его лицу, подумал монаст он широкогрудый, широкоплечий богатырь, который в состоянии одолеть всех встречно и поразить всех своим мужеством. А о том, что Алмамбет трусливо не убежит и может противостоять всем, доказывать его характер, взятый в кабана. Не достигнут цели, если он станет не от товарища. Обрадованный тем, что Алмамбет едет, богатырь быстро молчался с товарищами. джигиты, от вас подарок за хорошую весть, звонко крикнул монаст. Я сейчас увидел Алмамбета, который станет мне другом, если буду скользаться с врагами, опорой, если буду падать, и тигром, если атакую врага. Я сравнил его характер и вид со львом, то, что он отважный богатырь, сразу бросается в глаза, чтобы его не отпускать и оставить здесь. Ищите способ богатырей. Мы не должны упустить его, иначе останемся в печали, как купчу. Если он по упрямству сделает что-то плохое, не мстите ему и простите. Дайте честное слово, что будете с ним ладить. Ну вот, уважаемые товарищи, в наше время подошло к концу. Прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.